Доброе утро по-домашнему! Этим утром по-домашнему вас встречают Кирилл Политов и Елена Тарасова. А почему? Потому что мы в долгу перед вами, нашими зрителями. Вокруг нас одни сплошные долги. Долг родине, супружеский долг, долг перед банком. Все вокруг кому-то что-то должны. Между тем, нас с детства учат прощать. Но вот долги почему-то нам никто не прощает. И не дождешься. А вот научиться жить с ними и постепенно гасить вполне можно. Как раз сегодня поделимся с вами полезными советами, как это сделать. Но для начала по традиции о том, что еще ждет вас в этом выпуске. Как бы ни переводилось название клипа Desolation, желаем вам никогда не чувствовать запустение или одиночество. В Советском Союзе не люди брали кредиты, а государство занимало деньги у людей в обмен на облигации. Зачем? Узнаем из нашего киноархива. Ровно год в России банкротятся не только компании, но и физических лиц, которые не могут справиться со своими кредитами. Но почему суды все чаще отказывают в этом? Узнаем из полезного знакомства. Обменять рубли на доллары легко, но сложно сделать это с выгодой. Как взять валюту и не почувствовать себя обманутым? Лайфхак от рубрики 6 рублей. Так, как же выплатить все долги? Мотоцикл, телефон, билет на Земфиру, гамак? Вроде бы ничего не забыл. Кирилл уже начал выполнять первый пункт нашей антикризисной программы – оценка проблемы. Вспомните, сколько и кому вы должны. Запишите и суммируйте. В такой ситуации все-таки лучше быть реалистом. Как я мог взять бензопилу под 35% годовых-то? Вот сижу записываю. Правильно, когда суммируете долги, упорядочите их по степени важности. И чем выше ставка по кредиту, как у тебя за бензопилу, тем быстрее этот долг надо гасить. А я и не тороплюсь, ведь мне в ближайшее время точно не грозит одиночество. Со мной всегда мои долги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот удивительное дело. Наши родители умели не просто не влезать в долги, но еще и копить и покупать какие-то вещи. И вроде на все хватало, а тут только рассчитаешься и снова наберешь. Здесь главный совет – изменить поведение и научиться жить посредством. Ну, звучит как ругательство, но сколько бы человек ни зарабатывал, если он живет непосредством из долговой ямы, он не выберется никогда. В общем, с крягой быть не надо, но лучше определить потолок ваших трат на день и не перешагивать через него. А еще лучше, если вы будете ежемесячно откладывать деньги, создавая себе подушку безопасности. Ну и, конечно, ведите здоровый образ жизни, потому что болезни могут подорвать любой бюджет. Возвращаясь к нашим родителям, можно сказать, что они не только умели жить посредством, но и сами давали в долг государству. Советские займы. На благо Родины, в интересах народа используются средства, получаемые от займов. Они идут на строительство новых предприятий, жилых домов, дворцов культуры, больниц и санаториев, школьных зданий. Растет производство промышленных товаров широкого употребления, продуктов питания. С каждым годом увеличивается количество домов отдыха и курортов. Являясь дополнительным источником доходов государственного бюджета, наши займы приносят значительные материальные выгоды и самим держателям аппликаций. Ежемесячно сберегательные кассы уплачивают трудящимся выигрыши по займам на десятки миллионов рублей. Год прошел с момента вступления в силу закона о банкротстве физических лиц. Однако огромному количеству неплатежеспособных людей суды отказали в банкротстве. Почему? Поговорим сегодня с исполнительным редактором Алтайского информационного портала защиты прав заемщиков Игорем Нестеровым. Игорь Леонидович, доброе утро. Доброе утро. Ситуация на самом деле такая. Последняя статистика, вот за этот прошедший год 497 человек по всей стране смогли освободиться от долгового времени через суды. Значит, это в Алтайском крае пока вот статистики, по-моему, последние все-таки данные, один человек освободился. Но 248 дел за полгода находятся в суде рассмотрений. В 33 случаях в Алтайском крае суд отказал в банкротстве. А в каких случаях? Почему? Какие причины? Отказывают наиболее частые причины такие. Значит, это нам разъяснение дал тоже Алтайский краевой арбитражный суд. Первая причина. Люди не все документы собирают. Ну, их очень много. Говорить про это сейчас смысла нет. Просто в законе это есть. А еще лучше со специалистом посоветоваться. Второй момент. Люди перед тем, как начнется процесс о банкротстве, пока у них берут заявление, должны перечислить вознаграждение финансовому управляющему. Это 25 тысяч. То есть не перечисление этих денег, это однозначно. Заявление не будет принято. Для банкрота и эта сумма, по-моему, для многих весом. К сожалению, да. Но есть моменты, связанные с рассрочками, но суды этим не часто пользуются. Еще один момент очень серьезный. Люди в своем заявлении не называют ту арбитражную компанию, из которой будет назначен финансовый управляющий. Это тоже является стопроцентным основанием, в соответствии с которым заявление не рассматривается. Очень серьезный момент в последнее время. Суды не берут в очень многих случаях, когда накануне банкротства, подачи заявления, делится имущество. Происходит развод и заключаются брачные договоры. Вот в этих случаях даже устно просто говорят... Не разберешься. Просто-напросто отказывают и люди остаются без банкротства. А могут ли суды прекратить дело о банкротстве, если процесс уже идет запущен? Есть правило в законе о банкротстве следующее. Нет денег – нет банкротства. То есть человек, когда он подает заявление о банкротстве, он обязан представить справку о наличии у него имущества, которое должно хватить на судебные расходы. Если такой справки нет, то суд может потребовать залог в определенной сумме. И если в какой-то период времени, во время суда, у человека не хватает денег на какие-то судебные расходы, то однозначно суд в любой момент может дело прекратить и вернуть деньги назад. То есть заявление вернуть назад. Говорят, что все имущество банкрота, которое он продал или подарил, уже считается, должно быть возвращено в счет долга. Условно говоря, покупает машину человек и она... Здесь ситуация следующая. Здесь, к сожалению, это законно. В соответствии с законом, любое имущество банкрота, которая, любая имущественная сделка, которая была совершена за три года до подачи заявления о банкротстве, по заявлению финансового управляющего, может быть возвращена от законного, от добропорядочного покупателя и возвращена назад в конкурсное имущество. То есть что имеется в виду? Человек купил квартиру, но он не знал, что его продавец через год или через два станет банкротом. У человека просто это имущество забирают, и он становится в числе тех кредиторов, которым должен банкрот. Здесь, в этой ситуации, конечно... И запасить себя тогда получается. Посмотреть на перечень банкротов, естественно, чтобы человек, который продает машину или квартиру, там не состоял, но человек может и не быть банкротом, он может через два, через два с половиной года банкротом стать. У нас такой случай достаточно яркий в алтайской практике есть. Жену Юрия Титова, финансовый управляющий, обязал через суть вернуть то имущество, которое она подарила детям. Это квартиры, машины, земельные участки, и суд принимает решение о возвращении. Самый надежный способ защитить свое имущество, пожалуй, который дают эксперты, это титульное страхование. Что это такое? Титульное страхование, в отличие от страхования жизни и здоровья, страхует не те события, которые могут произойти, а те события, которые произошли в прошлом, но вы об этом не знаете. Значит, в этой ситуации при титульном страховании, если человек стал банкротом, но вы об этом не знали, ваш продавец, то деньги практически полностью можно за квартиру вернуть и за машину. Ну, в других ситуациях, в других ситуациях очень рискованно. Спасибо вам огромное. Будем надеяться, что не окажемся в этой ситуации ни мы с вами, ни наши зрители. О том, почему судьи отказывают людям в банкротстве, мы разбирались с исполнительным редактором Алтайского информационного портала защиты прав заемщиков Игоря Местерова. Бюджет Алтайского края на 2016 год, 68 миллиардов рублей. Бюджет Кирилла Политова на 2016 год, я не скажу, и даже не скажу, какой дефицит у этого бюджета, а он есть. Да, главное, чтобы ты сам это понимал. Продолжаем разбираться с долгами и переходим уже непосредственно к их погашению. Когда вы посчитали и ранжировали свои долги, займитесь своим личным бюджетом. Вычислите доходы и расходы. Записывайте все траты за месяц, чтобы потом видеть, где их сократить и перенаправить деньги на погашение долга. Кстати, эксперты советуют не экономить на качественной дорогой еде. Вот парадокс, а вовсе нет. Как правило, дешевая еда не дает нам нужный набор микроэлементов. Получается, желудок полон, а организм голодает. И самым дорогим предметом в доме у нас становится унитаз. Каждое утро мы говорим вам полезного аппетита, чтобы вы знали, как экономить. В продолжении сна наяву кабачки с пряностями. Из расчета на две порции для тушеных кабачков нам понадобится 1 кабачок, 1 головка лука, мы взяли красный для цвета, 2 зубчика чеснока, 1 лимон, 100 мл томатной пасты, кусочек корня имбиря, 1 палочка корицы, щепотка аниса, 3 плода кардамона, 1 чайная ложка сахара, оливковое масло 40 граммов, соль. Очищаем кабачки от кожуры, нарезаем кубиками и перекладываем в глубокую емкость. Маленький секрет, чтобы кабачки много не впитывали масла, их нужно предварительно немножко посолить, потом минут 10 они постоят, оботрем их, промоем и уже на сковороду. Лук очищаем, режем кольцами, мелко шинкуем чеснок, имбирь трем на мелкой терке, на раскаленную сковороду наливаем немного масла и отправляем обжариваться имбирь с чесноком, следом добавляем лук. Чок, золотая луковка. А ты ко мне не пришел. Как вы помните, кабачки мы немножко посолили, 10 минут они у нас постояли, дали сок, промыли, высушили и в сковороду их. После того, как кабачки немного обжарятся, для аромата добавляем палочку корицы, щепотку аниса и 3 плода кардамона. Чайная ложка сахара также идет в нашу овощную смесь. А затем сбрызгиваем кабачки соком половинки лимона. В конце смешиваем все с томатной пастой и оставляем томиться на слабом огне 20 минут. За 20 минут соус немного выкипел, стал гуще. Кабачки выкладываем на блюдо и подаем к столу. Кабачки по нашему рецепту вы можете подать вместе с чесночными гренками или просто с бородинским хлебом. Ну а те, кто не употребляет хлеб, щедро сыпьте сюда всевозможные петрушку, укроп. Здесь все будет местным. Наш самолет скользит привычно вдаль по облакам. На свете много мест приличных, где так рады нам. То приходили, то прощались, мы на своем пути. Но лишь к тебе мы возвращались, чтобы вновь уйти. По проспекту, порт речной, ну а дальше по обездной. Здесь хорошо летом и зимой, тебя приветствую, город мой. Мы возвращаемся в Барнаул, навстречу нам родные ветры. А за плечами перелет от кул и бесконечные километры. Пускай нас встретит ночной трамвай или густой туман над обью. Любимый город, дверь и открывай для нас с надеждой, верой. Как начать гасить долги? После того, как вы в течение месяца все тщательно записывали, еще раз изучите записи и посмотрите, как можно ужать расходы на 30%. Как правило, это не трудно сделать. Главное понимать, где вы выкидываете деньги на воздух. Ну, ты смело можешь пожертвовать, например, ужином вне дома или чашечкой кофе, ну из автомата, или походом в кино, да, тоже можно вычеркнуть. А самое главное, ужавшись в мелочах, удивишься, сколько денег можно сэкономить и отправить на погашение долгов. Да, осталось только записать свои расходы и понять, где можно ужаться. В рубрике «6 рублей» сегодня тоже совет о том, как сэкономить. Правда для людей, у которых деньги есть. Приветствую, это «6 рублей» – программа о популярной экономике для тех, кто хочет разбираться не только в одной своей зарплате. Непростые финансовые явления буквально на пальцах для вас буду объяснять я, Василий Морозов. При разговоре о курсе валют несведущие люди очень часто допускают такую ошибку. Допустим, вы хотите купить долларов. Откуда вы узнаете курс? Как правило, смотрите в интернете, по телевидению, в общем, в СМИ. Там вам говорят, доллар стоит 71 рубль. Вы идете в обменный пункт, а там он стоит 73. Незадача. А тут еще в новостях сообщают, минуту назад курс американской валюты вырос до 72 рублей. Где же правда? Вот и разберемся. По сути, курсов одного только доллара может быть сколько угодно много, но основополагающих три. Все банкиры, финансисты, трейдеры ориентируются на курс Центробанка, официальный. Например, на 23 декабря он составлял 71 рубль 10 копеек. Этот показатель устанавливается один раз в конце предыдущего дня. Когда в СМИ сообщается несколько раз в день, что доллар вырос или упал, тогда имеется в виду биржевой курс, по которому американской валютой торгуют профессиональные финансисты, как правило, на московской международной бирже. Рядовому жителю, понятно, этот курс малоинтересен. Если вам нужно обменять рубли на доллары, вы идете в обменный пункт банка. Каждая кредитная организация может устанавливать свой курс. 23 декабря в Алтайском крае самый дешевый доллар можно было купить за 71 рубль 10 копеек, почти по официальному курсу. В нашем регионе работает несколько десятков банков, и курс в них может существенно отличаться. Например, в этих двух банках 23 декабря мы нашли самый дорогой доллар, а в этих двух самый дешевый. Так что делайте выводы и внимательно изучите обстановку, прежде чем покупать. Если вам надо выкопать долговую яму, обращайтесь к нам, всегда поможем. Пусть в вашей жизни будут только самые приятные долги – супружеские, отцовские или материнские. Это было «Утро по-домашнему». Пока! С новостями на этот день в студии Кирилл Политов. Здравствуйте! Сегодня в Алтайском крае жителям расскажут о правах и обязанностях федеральных льготников. Как известно, до 1 октября эта категория населения должна определиться, в каком виде получать набор социальных услуг – в денежном или натуральном, то есть с конкретными товарами. Стоимость пакета – 995 рублей в месяц. В него входит компенсация на железнодорожный проезд, санаторное лечение и лекарства. О том, что должны знать льготники, расскажут специалисты Крайздрава, Пенсионного фонда, врачи-терапевты. Сегодня в Курье в Мемориальном музее оружейника Михаила Калашникова пройдет марафон «Техностарт». Цель проекта – популяризация технического творчества среди молодежи, повышение престижа инженерно-технических и рабочих профессий в обществе. Участниками марафона станут ученики и педагоги из Куринского, Поспелехинского и Краснощоковского районов. В программу вошли выставка технического творчества, обучающий семинар для педагогов, мастер-классы для школьников и, конечно, экскурсии по музею. Новое сезонное предложение для своих клиентов подготовил Банк «Восточный». Осенью вместе с урожаем зреют и сезонные траты. Приобрести все необходимое на самых выгодных условиях вам помогут в отделениях банков Барнауле. Осенью традиционно наблюдается один из пиков спроса кредитования. Кто-то за лето потратился, съездил в отпуск, кому-то, наоборот, нужны средства на ту же поездку. Поэтому банки стараются привлечь клиента. В частности, наш банк снизил процентную ставку, и теперь она составляет 15%. Клиент может получить до 50 тысяч рублей. Оформление занимает всего один день. Срок по этим условиям составляет до трех лет, что очень удобно. Предложение действует во всех отделениях Барнаула, которые 21 сентября работают до последнего клиента. Для оформления займа необходим только паспорт. А потратить деньги можно по своему усмотрению на любые нужды. Вас ждут по адресу улица Ленина, 42 и Ленина, 161. Сегодня крайне насыщенные для алтайского спорта день. Сыграют сразу две наших профессиональные команды. Правда, обе на выезде. Футбольная «Динамо» встретится с Сахалином. Соперник идет на втором месте, Барнаульцы на третьем. А значит, матч должен быть интересным. Тем более, что «Динамо» последние две игры никак не может удержать победу. Хоккей на Алтае же сыграет на выезде в Саратове с местным «Кристалл» юниором. Соперники не выиграли ни одного матча в недавно начавшемся сезоне. Впрочем, их было всего два. Желаем вам продуктивного и интересного дня. Не забудьте включить наш канал вечером. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!